Всем привет, на связи МК. Наступил новый учебный год. В прошлом выпуске мы рассказали вам, как подобрать оптимальный компьютер для учебы и развлечений в разных ценовых категориях. В комментариях вы попросили сделать то же самое с мобильным сегментом, поэтому сегодня я проведу вас по рынку ноутбуков, расскажу, что можно взять до 30 тысяч, до 50 тысяч, ну и где-то до 80 тысяч рублей. Все ноутбуки, которые будут приведены в пример, приведены исключительно в пример. Ни одна фирма не заинтересована в этом ролике и нам не платила. К сожалению. А может и к счастью. Поехали! Учебный ноутбук 2021 года должен шустро работать с документами, браузерами и не лагать в видеозвонках через Zoom или Skype. И нужно помнить, что ноутбуки, в отличие от ПК, проапгрейдить гораздо сложнее и частенько вообще невозможно, так что лучше сразу брать достаточный для работы вариант. Так что модели с 4 гигабайтами ОЗУ отметаем. На будущее лучше брать хотя бы с 8, которые позволят без проблем писать диплом, параллельно проходя на YouTube Far Cry 6 и Stalker 2. Аналогично отказываемся от жестких дисков. Windows 10 и 11 на них работают крайне медленно, так что лучше искать лэптопы с SSD. Да, в бюджете до 30 тысяч рублей их объемы не превысит 250 гигабайт, но поверьте, с процессорами, которые мы озвучим дальше, поиграть толком не получится. А для учебы такого объема за глаза. Все дело в том, что четырехъядерные решения в наш бюджет никак не лезут, так что придется остановиться на двух ядрах и четырех потоках. То есть на Intel Core i3-1005G, AMD Athlon Gold 3150U или Ryzen 3 3250U. На что будут способны такие решения? Серфинг в интернете, без проблем пойдет даже 4К видео, благо интегрированная графика в этих процессорах умеет с ним справляться. Аналогично не будут лагать и видеозвонки, да и Windows 10 будет работать достаточно шустро, по крайней мере без выраженного желания швырнуть лэптоп в стену. А вот в играх все плохо. Разумеется, в такой бюджет ноутбуки с дискретными видеокартами не пролезут, поэтому остановимся на iGPU. С учетом того, что нередко ради экономии 8 гигабайт ОЗУ ставят одним модулем, а сами процессоры ужаты в небольшие теплопакеты, обычно около 12-15 ватт, ожидать большой прыти от таких лэптопов не стоит. Да, Dota 2 пойдет, World of Tanks тоже, Minecraft тем более, но в том же Cyberpunk придется считать скорее кадры в минуту, а не в секунду. Ну и под конец, стоит обратить внимание на дисплей. Как бы вам не хотелось сэкономить, взяв лэптоп с HD матрицей, гоните эту идею прочь. Такие дисплеи идут из конца нулевых, они имеют отвратительную цветопередачу и низкую яркость, так что работать за ними будет сущим наказанием. Присмотритесь к ноутбукам с Full HD матрицами, желательно IPS, они будут гораздо лучше и приятнее для глаз. А вот на все остальное наполнение ноутбуков за 25-30 тысяч можно не смотреть, совсем. В любом случае производители будут экономить на всем, так что ждите пластиковые трескучие корпуса, аккумулятор на 2-3 часа работы, веб-камеру в лучшем случае на 1 мегапиксель и дубовый тачпад. Увы, от этого никуда не деться, и нужно понимать, что за такие деньги ноутбук стоит рассматривать скорее как стационарный ПК с возможностью не часто брать его с собой, в противном случае убьется он в рюкзаке достаточно быстро. Теперь перейдем к конкретным моделям. Если вы фанат Intel, то можете присмотреться к 14-дюймовому Asus X415GA с Full HD IPS матрицей, двухъядерным Core i3 10-го поколения, который без проблем вытянет офисные задачи. В ноутбуке 8 гигабайт ОЗУ в режиме 4 плюс 4, а еще один свободный слот можно добить до 12. SSD на 128 гигов, конечно, объемом и скоростью не порадует, зато в лэптопе есть 2,5-дюймовый отсек, куда можно поставить еще один твердотельный накопитель или жесткий диск. Во всем другом это стандартный недорогой ноутбук. Аккумулятора на 37 Вт-часов хватит на 3-4 часа несерьезной работы. Собран лэптоп из матового пластика и весит 1,6 килограмм, что многовато для 14-дюймового решения. Установленная камера умеет снимать видео всего в 640 на 480 пикселей, так что качеством картинки она не порадует, но для Skype хватит. Зато Windows 11 ноутбук точно поддерживает, и процессоры памяти и накопитель подходят. Если же вы любите больше процессоры AMD, то можете смотреть в сторону россыпи модификаций HP15S EQ1000. Есть модели на более простом Athlon 3150U или на чуть более быстром Ryzen 3 3250U и доступный SSD на 128 или 256 гигабайт. В большинстве модификаций установлена 15,6-дюймовая IPS с Full HD матрица, так что глаза уставать будут меньше. Объем УЗУ также 8 гигабайт двумя модулями по 4, и есть возможность поставить в слоты по 8 гигабайт памяти и нарастить суммарный объем до 16 гигабайт. Камера тут вполне стандартная для большинства ноутбуков, поддерживает запись в HD, хотя любая вебка за 1002 рублей будет ощутимо лучше. Впрочем, эта проблема большинства ноутбуков даже за сотню тысяч рублей. Что касается аккумулятора, он тут на 41 Вт-час. HP обещает аж 8,5 часов автономной работы, но мы бы рекомендовали делить эту цифру пополам. Зато весом и габаритами ноутбук радует. Толщина 17 мм при 1,7 кг делает его ультрабуком. Перейдем на уровень выше. Посмотрим, что можно взять за 50 тысяч рублей. Ноутбук в таком ценовом сегменте стоит брать, если вы кроме учебы планируете заняться программированием или обработкой фото и видео на базовом уровне. Разумеется, про серьезные игры все еще придется забыть, но об этом поговорим дальше. К счастью, с двухядерными процессорами мы прощаемся, как и с четырехядерными без гиперпоточности. Оптимальным решением за такие деньги будут модели с четырьмя ядрами и восьмью потоками. Также, аллилуйя, забываем про интегрированную графику, которая делит теплопакет с процессором, тем самым уменьшая производительность последнего. Имеет смысл смотреть в сторону базовой дискретной графики линейки NVIDIA MX. В таком случае ничто не будет мешать CPU работать в полную силу. А вот, что касается ОЗУ, то прыгнуть выше 8 гигабайт памяти за 50 тысяч рублей все равно не получится. Аналогично не экономим на дисплее. Только Full HD, только IPS. Ваши глаза после бессонных ночей за лэптопом точно скажут вам спасибо. Ну и разумеется, отказываемся от совсем малоемких SSD. В такой бюджет можно присмотреть ноутбуки с полутерабайтом памяти, которая точно понадобится нам при работе с видео. Большой плюс ноутбуков за 50 тысяч в сравнении с решением за 30 это металлические корпуса, которые ощутимо поднимают жесткость и позволяют меньше беспокоиться о сохранности лэптопа, кидая его в портфель. Более того, за такие деньги производители перестают экономить на аккумуляторах, клавиатурах, тачпадах и портах. Конечно, ждать Thunderbolt 4 и механики не стоит, но хотя бы USB Type-C с подсветкой клавиатуры будет. Итак, какие ноутбуки стоит рассматривать за 50 тысяч рублей? Увы, фанатов AMD тут порадовать нечем, связка Intel плюс Nvidia в среднеуровневых лэптопах популярна как никогда, да и будем честны, мобильные процессоры синих последних поколений выступают ощутимо лучше десктопных и уже давно перебрались на энергоэффективный 10-нанометровый техпроцесс и новые архитектуры. Так что какого-либо отставания от современных Ryzen тут нет и близко, а в играх решения Intel почти всегда быстрее. Если вам нужен компактный лэптоп, присмотритесь к Asus Vivobook S14. 14-дюймовый IPS-экран, 4-ядерный Core i5-1035G1, 8 ГБ ОЗУ и дискретная Nvidia MX350. Такой ноутбук без проблем справится с обработкой фото и видео, да и программисты в стороне не останутся. При этом на MX350 можно неплохо поиграть. Эта видеокарта является урезанной десктопной GTX 1050 и выступает на 20-25% быстрее GTX 1030, так что даже киберпанк ей покорится, правда на минимальных настройках графики и в HD. Есть SSD на 512 гигов, аккумулятор уже на 50 Вт-часов, чего вполне хватит на 5-6 часов работы. Лэптоп тонкий и легкий, всего 16 мм и 1,4 кг, при этом он имеет алюминиевый корпус. Из минусов можно отметить лишь распаянную ОЗУ, заменить ее не получится, и это, к сожалению, становится нормой в современном мире. Если вам нужен ноутбук с 15-дюймовым экраном, и вы согласны несколько потерять в автономности, но получить при этом возможность апгрейдить память, то можно присмотреться в сторону Asus ExpertBook B1. Экран все так же IPS Full HD, к тому же этот лэптоп может похвастаться свежим 4-ядерным процессором Core i5-1135G7. ОЗУ установлено 8 гигабайт, но благодаря доступному слоту объем памяти можно довести до 40 гигабайт. Правда, за это придется платить возможностью видеокарты. В ноутбуке установлена Nvidia MX330, которая по сути является GTX 1030. Опять же, в учебных задачах проблем скорее всего не будет, но вот в играх такая графика будет на 20-30% слабее MX350, что закроет двери для современных игр даже в HD с консольным FPS. Впрочем, побегать в Doom 2016 года все еще можно будет без проблем, да и фанаты Skyrim смогут порадовать себя высоким пресетом в Full HD. Пострадалый аккумулятор 42 ватт-часов хватит в лучшем случае на 4 часа работы, так что зарядку частенько придется брать с собой. Зато корпус все так же алюминиевый, так что к его надежности вопросов нет. Расти дальше в цене лэптопа для учебы смысла особого нет. Едва ли даже студенту последних курсов понадобится решение на 8-ядерном процессоре с 32 гигабайтами ОЗУ. Но с другой стороны, не учеба едины. Поиграть хочется многим школьникам и студентам, и видеокарты линейки NVIDIA MX для этого подходят не особо-то и хорошо, если выйти за рамки киберспортивных проектов. Поэтому давайте посмотрим, где подходит логический максимум ноутбуков, которые еще можно называть учебными, но при этом поиграть в современные игрушки они позволят без особых проблем. Во-первых, имеет смысл остановиться на крепких средничках, решениях с 6-ядерными CPU, которые будут радовать своей производительностью еще не один год. Во-вторых, имеет смысл брать лэптопы с 16 гигабайтами ОЗУ. Все-таки 8 гигабайт памяти – это базовый уровень для комфортной работы в 2021 году, а вот 16 гигабайт являются оптимальным объемом. Это же относится к SSD. 128-256 гигабайт моментально закончатся при работе с видео, да и современные игрушки весят немало. Так что лучше, опять же, не экономить и смотреть на решение в 512 гигабайт или даже 1 терабайт. К тому же при желании можно найти лэптопы, где есть второй накопитель в виде жесткого диска или хотя бы пустой слот под него. Ну и гость программы – видеокарта. Увы, вслед за всеобщим подорожанием электроники подтянулись и ноутбуки. Так что теперь за 70-80 тысяч рублей можно найти лишь добротные решения с NVIDIA GTX 1650 или 1650 Ti. Обе эти видеокарты имеют одинаковое количество CUDA ядер 1024 и отличаются только частотами видеопамяти, которые у обеих по 4 гигабайта GDDR5 или GDDR6. По производительности карточки очень близки, отличаются в лучшем случае на 5-7%, так что специально гнаться за 1650 Ti не стоит. Но если есть возможность немножко доплатить и взять ноутбук с ней вместо обычной 1650, это можно сделать. Не стоит забывать, что десктопная и мобильная GTX 1650 существенно отличаются. У решения для ноутбуков почти на 15% больше ядер CUDA, но на 20-25 Вт ниже теплопакет, так что в каких-то играх может быть быстрее мобильное решение, а в каких-то десктопное. С учетом того, что в ноутбуках существуют еще и урезанные Max-Q версии, теплопакет которых почти в два раза ниже, чем у десктопной 1650, внимательно изучайте версию видеокарты в интересующем вас ноутбуке. Разброс по производительности тут может быть гигантским, об этом мы уже говорили. Ну и под конец стоит понимать, что такие ноутбуки уже считаются игровыми, а значит не особо мобильными. Мощное железо требует больше энергии и хорошего охлаждения, так что постоянно носить такие лэптопы с собой будет не очень-то и удобно. Кроме того, нередко аккумуляторы в них играют роль скорее ИБП, и производительность при работе от них будет ощутимо ниже, чем от розетки. Что касается конкретных моделей, то в данном случае лучше присмотреться к решениям от AMD. Все дело в том, что их 7-нанометровые шестиядерные процессоры, такие как Ryzen 5 4600H, уже можно встретить в этом сегменте. Тогда как аналогичные по производительности 10-нанометровые Core i5 11-го поколения стоят ощутимо дороже, а 14-нанометровый Core i7, который все же можно найти за 70-80 тысяч, ощутимо горячее и несколько слабее. Неплохим учебно-игровым вариантом можно назвать Lenovo Idiopad Gaming 3. Он работает на вышеозвученном Ryzen, имеет 16 гигабайт ОЗУ в двухканальном режиме с возможностью заменить оба модуля, и неурезанную видеокарту GTX 1650. Экран, разумеется, IPS Full HD с диагональю 15,6 дюйма. Что может такой лэптоп? Ну, про учебные задачи и так все понятно, разве что камера тут грустная, ее максимум это видео в HD, хотя, как мы уже рассказывали, этим грешат все ноутбуки даже вдвое дороже. Зато GTX 1650 позволит неплохо поиграть и в современные хиты Full HD, а игры пятилетней давности вообще полетят на ультра-супер настройках графики. Правда, за это придется расплачиваться аккумулятором на 45 ватт-часов, которого даже вне игр хватит часа на 3-4. Да и корпус у лэптопа пластиковый, так что брать его с собой стоит аккуратней. Если же вы фанат Intel, то можете присмотреться кейсер Nitro 5. Он работает на шестиядерном Core i7-10750H, также имеет 16 гигабайт ОЗУ с возможностью апгрейда и видеокарту GTX 1650 Ti. Его возможности в рабочих задачах, требующих серьезной производительности CPU, будут все же несколько ниже, чем у модели с Ryzen 5 4600H, но вот в играх связка Core i7-GTX 1650 Ti будет слегка быстрее. Во всем другом эти лэптопы схожи. 3-4 часа автономной работы, пластиковый корпус, вес больше 2 килограмм и простая камера. Так что тут уже выбирайте своих задач и предпочтений. Как можно заметить, все вышеуказанные лэптопы достаточно близки к трем сборкам, которые мы предложили в предыдущем ролике. При этом ноутбуки оказались дороже. Особенно это заметно в дешевом сегменте, где разница составила около 50% или 10 тысяч рублей. Но, увы, такова плата за мобильность, встроенный дисплей, клавиатуру, тачпад и так далее. Однако важно понимать, что системные блоки в будущем подлежат апгрейду. То есть их можно прокачать, заменить видеокарту, процессор, что ноутбукам практически всегда недоступны, за исключением оперативной памяти и то, которая почти везде в дешевом сегменте распаяна на материнской плате. Соответственно, ноутбук, как готовый, законченный продукт, будет быстрее дешеветь, быстрее терять в цене и устаревать. Что выбрать, ноутбук или системный блок, это уже ваша задача. Я думаю, в комментариях вы напишите, что предпочитаете. Предпочитаете! Плять! В описании добавил ссылочки на e-каталог, где разбил все ноутбуки по категориям, чтобы вам было удобнее, и привел в качестве примера несколько моделей. Поэтому переходите, смотрите, и, как я сказал, не обязательно покупать именно эти модели. База у вас есть. Ссылка на наш паблик ВКонтакте в описании. Там же в описании смотрите, переходите, обязательно подписывайтесь, потому что вам это нужно. Я чувствую. Вам надо это. Сделай это. Меня зовут Михаил Крошин. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...